В России сейчас обсуждают поворот на восток и стратегическое переосмысление роли Сатурничества с ЕС и Китаем. Значение последнего серьезного возрастает. Некоторые аналитики говорят о прагматическом отношении Китая к этим процессам, где он пользуется сильной внешнеполитической позицией России. Россия, в свою очередь, заинтересована в экономическом потенциале Поднебесной. Так чего здесь больше, экономики или политики? Я бы сказал, что, к сожалению, несмотря на декларируемый разворот России на восток, прежде всего Китаю, пока что сложно сказать, что он приносит какие-либо серьезные дивиденды российской стороне. Действительно, Китай очень умело воспользовался и внешнеполитической изоляцией России для того, чтобы навязать российской стороне достаточно жесткие форматы сотрудничества, в том числе торгово-экономического. Ну и сегодня, безусловно, не идет речи о том, чтобы каким-то образом объединяться с Россией в военно-политическом плане. Дело в том, что даже многие китайские аналитики говорят, что Китай не намерен входить с какими-либо государствами в военно-политические блоки, а тем более не намерен подогревать новую холодную войну с западными странами, прежде всего с Соединенными Штатами. У Китая сегодня достаточно много противоречий геополитических с Соединенными Штатами. Мы видим, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе и так неспокойно, и поэтому в этих условиях еще больше способствовать тому, чтобы доверие между Китаем и западными партнерами подрывалось, конечно, об этом говорить сегодня не приходится. И Китай проводит в этом плане очень мудрую, взвешенную внешнюю политику. Не будем забывать, что все-таки основной торгово-экономический партнер Китая – это Соединенные Штаты. Мы видим, что сегодня Китай не готов жертвовать своими отношениями с США для того, чтобы вступать в какие-либо альянсы с другими государствами, в том числе с Россией. И, кстати, перед саммитом в Уфе состоялся очередной раунд стратегического диалога американско-китайского, который призван как раз, опять же, укреплять доверие между государствами и выходить на более продвинутые формы сотрудничества. Поэтому, к сожалению, здесь пока что мы видим больше идеологии, чем какой-то геополитической реальности. И все-таки я хотел бы сказать, что на сегодняшний день Россия и Китай во многом выступают такими конкурентами по отношению друг к другу за, в том числе, экономическое влияние на постсоветском пространстве. Сегодня мы можем говорить не только об конкуренции в азиатском регионе, но и в том числе в Восточной Европе. И нужно отметить, что, к сожалению, сегодня российский разворот на Восток, а именно Китаю, он, может быть, и состоялся, но это во многом такой скорее идеологический разворот, но не экономический или военно-политический. Мы видим, что до сих пор приоритетными торгово-экономическими партнерами для России остается все-таки западные страны, а именно Европейский Союз. Опять же, мы видим, что в военно-политическом плане для России главными организациями региональной безопасности выступает ОДКБ и региональная группировка войск с Белоруссией в рамках союзного государства. Это наиболее глубокая форма военно-политической интеграции. И, конечно, говорить о том, что вдруг Россия начнет выстраивать некий блок совместно с Китаем, опять же, против НАТО или против других евроатлантических структур безопасности, пока что об этом говорить не приходится, и это вряд ли такой сценарий, который может реализоваться в будущем. Китай проводит свои интересы очень жестко на международной арене. Это мы видим по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в ситуации с территориальными спорами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Поэтому надеяться на то, что Китай вдруг откажется от своих геополитических интересов и согласится принять видение многополярного мира, который сегодня активно презентует российская сторона, конечно, этот сценарий вряд ли когда-либо состоится.